Своих натурщиков Максим находит в родном поселке Садовый. Здесь и легендарная Волга и известный трактор «Беларусь». В центре внимания советские автомобили и сельскохозяйственная техника. Всего 40 работ. Большинство картин нарисованы маслом, потому что признается художник. Масло просто удобнее, как механизм, как инструмент. Просто передача цвета и воздуха, и объема. Максим родился в семье художников и с детства увлекался рисованием. Позже, когда поступил в Суздальское художественное училище, решил полностью связать свою жизнь с искусством. Машинами Максим также увлечен с детства. Потому на первой персональной выставке решил объединить обе страсти. Выставка «Техника на фабрике» — это картины прошлых лет, от 2010 до 2016 года. Сейчас Максим свое вдохновение находит в другом. Было в голове какой-то такой стереотип. Ну я же машину рисую, мне нравится, делаю, 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 что-то чувствую, что-то вроде бы не то. А проезжал мимо поля, на котором были стоги. И вот, представляете, осень, вот эти стоги, небо такое очень насыщенное, без облаков. Я мимо проезжаю и думаю, вот бы нарисовать. Ну еду машиной. И три или четыре дня ездил, как бы обманывал себя. Потом думаю, а там ничего не получается, а хочется это. И просто вот осень я рисовал просто стоги, поля, небо. Несмотря на то, что основные деньги Максим зарабатывает именно ремеслом художника, молодой живописец нередко работает и бесплатно. Максим — волонтер. И периодически он с друзьями совершенно бескорыстно расписывает стены в детских больницах, чтобы юные пациенты, глядя на их яркое творчество, быстрее поправлялись. Главное в его работе то, что оно одновременно является любимым в хобби. Каждый человек должен иметь хобби, но хобби, оно носит какой-то такой сопроводительный характер человека. Здесь, ну я не скажу, просто есть периоды, когда я рисую, а когда не рисую. Вот и все. А так, чтобы это как вышивание там каждый вечер, ну это не так. Пока первых посетителей на выставке немного. В основном это родственники и друзья. Но в числе первых посетителей и председатели областного отделения Союза художников. Зальчик совсем небольшой, конечно, но мне кажется, достойное помещение для молодых художников, которые могут себя показать и как-то себя выдвинуть, так скажем. А Максим Бурыков частенько у нас выставлялся на выставкомах областных выставок. Часть работы, по-моему, проходили, часть нет, возможно, да. Но я так думаю, что у него хорошая перспектива, в принципе, для дальнейшего творческого какого-то взлета, так скажем. Персональная выставка Максима Бурыки продлится до конца января. Увидеть экспозицию может любой желающий совершенно бесплатно. Техника на фабрике ждет своих зрителей по адресу. Улица Сака-Иванцетти, 50. Екатерина Корнилова, Егор Хребко, 6 канал.